Дорогие художники! Ссылки на лучшие курсы и программы по рисованию размещены в описании под этим видео. Приятного просмотра! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем рисовать цветы техники пастель. Мы будем использовать мягкую сухую пастель. Для начала нам нужно найти композицию всей работы. Мы с вами изобразим цветы, сами цветы и кувшинчик. Но детальки потом, поскольку, 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 в общем. Что нам нужно делать для начала? Мы должны сразу понять, где, сколько места у нас будут занимать цветы. Сколько места кувшинчик, но может быть, все-таки мы изобразим вазочку и вот здесь на столе. То есть, приблизительно, сейчас мы уже как бы пропорции намечаем, вот это все место у нас будет занимать цветы. Веточка наша. Вот столько места займет у нас вазочка. Вот, поэтому мы берем, вот можно взять такой основной цвет, здесь розовый, поэтому я беру пастельку розовенькую. И практически в центре начинаю намечать, как бы, движение кладу плашмя в пастельку. И вот таким образом я наметила общий, так сказать, форму приблизительно. Это у нас будут здесь цветы. Здесь мы наметим, я взяла другую пастельку. Приблизительно вот такой высоты у нас будет вазочка. Вот так вот приблизительно тоже. Опять-таки плашмя. Почему я кладу плашмя? Потому что больше захват, и мы уже смотрим не саму линию, а пытаемся передать буквально сразу формулу. Вот там она будет еще много раз поправляться. Так, впереди у нас будет скотерочка. Мы наметили. Здесь у нас скотерочка. Ну, вот эту рю, фужерчик мы, может быть, потом покажем. Посмотрим. Так, что же дальше? Мы можем сейчас пастелькой немножко усилить более такие светлые места. Вообще, вот у кувшинчика немножечко мы можем чуть-чуть дать где-то в теневых местах более темной пастелькой. Вот так вот. И по насыщеннее можем сейчас взять уже теневую часть. У букета, у цветов есть свой определенный объем. И нам нужно понять, где идет теневая часть, где цветочки у нас больше на свету находятся. Так, ну понятно, что падает свет откуда-то вот отсюда справа. Центр мы сделаем немножечко так вот темнее. И идет, значит, с левой стороны у нас будет больше тень. Приблизительно мы с такими движениями. В принципе, мы можем даже вот так вот что-то темненькое положить. Теперь уточняем веточки. Вот одна, вторая, третья здесь. Здесь практически по центру можно было бы чуть-чуть сюда. Вот с этой стороны уже веточки лучше освещены, поэтому мы возьмем более светленький, розовый. Вот так опять приплесительно. То есть, когда мы работаем вот так вот плашмяк, кладем пастельку, мы стараемся все-таки увидеть в целом. Кстати, я сразу пытаюсь растереть, для того, чтобы все это было более мягко. Ну и теперь что можно сделать? Сейчас можно еще теперь поиграть немножечко либо контрастом, либо немножечко высветлить какие-то световые части. Более, вот я взяла сейчас беленький и пройдусь белым везде, где освещено больше света на цветах. Так, то есть, вот таким образом по всему букетику ищем светлые пятнышки. Здесь, здесь, здесь и здесь. Немножечко. Вот так вот. И в дальнейшем мы можем взять уже для того, чтобы цветы больше уже начали выходить, мы можем сделать фон еще светлее. Вот у нас есть определенный тон фона, мы можем его сделать светлее. Я беру желтенький и уже наблюдаю, как идет у нас контур. Можно показать за счет фона, за счет того, что фон более светленький. А если, в общем-то, если не совсем правильно подобран цвет, если нужного цвета нету, не переживайте, потому что к этому желтому всегда можно приложить вот такой беленький. и уже белый, либо какой-то еще другой тон. И тогда уже мы можем добиться любого оттеночка. Но все-таки я здесь еще немножечко вот так желтеньким продавить уже немножко другой тональности. Так, где нужно, здесь где-то у нас розовенькие просвечить. В принципе, вы можете не торопиться сразу подбирать необходимый близкий цвет. То есть пока на первом этапе приблизительно подыскиваем, подбираем. Вот таким образом. Раз, два. Видите, я кладу плашмя, пастельку уголочком. Как бы вот ищу, как бы контурную линию цветочка. Так, ну здесь мы можем, в принципе, пройтись вот так вот. Вот, конечно, натюрмост это не портрет. Он не требует прям такой доскональной точности. Но внимательность здесь, конечно, все равно нужна. Вот, и когда мы будем уже прописывать, прорисовывать детальки, она нам особенно понадобится, такое уважительное отношение к деталям. Так, вот здесь пошел немножко зеленоватый. Я могу прям вот взять зелененький вот такой, спустить сюда. Можем сразу растирать. Если где-то жестко, можем мягче сделать переходы. Вот, кстати говоря, вот можно здесь сразу показать. Ну, детальки, в принципе, я рекомендую немножечко позже все это прорисовочку. Вот так вот, если уж какие-то отдельные цветочки, да, нужно будет внимательно прорисовать. Пока все вот так вот, таким образом. То есть, получается, что мы наносим объекты, мы наносим фон обязательно. Как бы фон у нас идет буквально, ну вот сразу параллельно с наметкой, так сказать, нужных объектов. Я сейчас опять немножечко высветляю, что-то какие-то моментики. Так, сейчас хочется, знаете, все-таки так вот обобщенно, чтобы показать, вытащить сразу наш букетик. Таким образом, я вот взяла голубенький, и опять за счет того, что фон, кладу на фон пастельку. Вот так вот высветляю, высветляю, где-то фон у нас переходит немножечко желтенький. Вот здесь фотограф, конечно, хорошо с этим натюрмортом поработал. И такая художественная, в общем-то, работа у нас должна получиться благодаря этой фотографии. Так, и здесь посмотрим. А здесь давайте посмотрим внимательно соотношение кувшинчик и фон. Обратите внимание, что кувшинчик в данном месте светлее, чем фон. Поэтому нам нужно либо фон затемнить. Вот я взяла пастельку, она недостаточной интенсивности. Я возьму поплотнее, еще потемнее немножко. Вот так вот. Ну, это многовато, но ничего страшного. А теперь вот здесь тоже интересно понаблюдать, что темнее, букет или фон. Вот здесь уже идет совершенно другое соотношение. Здесь уже идет фон светлее. Я положила розовенький. Кладу белый рядышком. Можно положить чуть-чуть. Вот здесь где-то желтенький. Вот. Для того, чтобы белый не смотрелся так вот скучно, обязательно какой-то, ну, в смысле, вот на фоне, обязательно предварительно положить желательно либо розовый, либо голубой какой-то тон. И только потом можно положить на это белый. Тогда белый будет смотреться здесь красиво. Так, вот сюда уже идет такой теплый тон. Может быть, даже оранжеватый. Вот здесь мы как бы добились. Теперь можно сделать немножечко все-таки кувшинчик светлее. Он тоже имеет немножечко не совсем беленький. Здесь цвет, тут тоже несколько оттенков. Но видите, когда мы палетчиком растираем, все, в общем-то, приобретает нужный оттеночек. Вот здесь светленькое. И обратим внимание, что вот здесь, с другой стороны тоже. То есть, когда мы рисуем кувшинчик или что-то какие-то асимметричные фигуры, левое, левое, правое делаем одновременно практически. Вот здесь у нас светлое здесь пошло. Здесь, вот здесь округлость. И сразу дадим внизу. Так, ну, выравнивать можно, в общем-то, в течение всей работы потихонечку, потихонечку делать более правильную форму. Искать вот левое, правое. Вот сюда можно дать немножко. Ну, может быть, вот фиолетовато и многовато, но нам нужно сейчас просто оттенить слегка. Вот так вот, чтобы чуть-чуть кувшинчик приобрел объем. Вот таким образом. Здесь мы можем даже дать темнее, вплоть до, даже до зеленого, потому что у нас здесь немножечко листики, они будут давать свой цвет, как бы отображать и на кувшине. Отражать, отображать. Вот здесь, кстати, мы можем тоже немножко зелененький пустить. Вот такая пастелька у меня. Этот зелененький, где нужно, мы потом можем высветлить. Вот таким образом идти. Так. И теперь, что еще хочется? Здесь какие-то вот отдельные такие детальки, темненькие пятнышки пройтись. Если мы прищурим глаза, нам надо поискать что-то такое темненькое. Здесь у нас темненькое, темный кувшин за счет того, что лежит перед ним светленькое, светлый цветок розовенький вот такой. Вот мы и положим здесь вот так, пастельку. И вот здесь вот так вот. Так. Ну, у нас стол покрытый скотерочкой, такой он светленький. Сюда давайте обратим внимание отношения стол и фон. Вот здесь он такой, через почти оранжеватый. Вы обратили внимание, мы с вами взяли бумагу вот такую кричневатую, то есть постарались поближе взять к тональности нашего букета, для того, чтобы потом намного не было необходимости перекрывать. Вот здесь немножко такой голубой, может быть он чересчур здесь такой, но пока мы сделаем как на фотографии, а потом мы с вами будем уточнять, когда и смотреть, куда какой свет все-таки лучше положить, что будет где лучше смотреться. Вот. Значит, на этом этапе что мы с вами сделали? Мы наметили фон, одновременно буквально за вот несколько минут мы с вами сразу сделали раскидочку и фона, и объектов изображения. И уже сейчас можно приступить ко второму этапу, к прорисовке отдельных деталей. Мы можем сейчас, чтобы натюрмортик наш был интересный, продолжим все-таки вот эту веточку, которая спускается, она довольно-таки красивая, вот эта веточка с цветами. В принципе, здесь даже не видно самой веточки, так как идут цветы везде. В общем-то, это гирлянда цветов. И вот такую раскидочку сделаем. Просто пока, пока я вам рекомендую делать такие вот пятнышки, пока не четкая прорисовка. Дальше эти пятнышки начинают более-менее прорисовываться. Вот видите, мы беленькие внесли. И уже чуть-чуть понятно, что это цветочек. Какой цветочек? Все-таки стараемся, конечно, максимально приближенно к тому, что вы видите, но здесь не возбраняется, если немножечко у вас будут какие-то неточности. Так, возьмем еще вот зелененькие, вот здесь покажем листики. Вот этот зеленый, он довольно-таки яркий, но мы его потом немножечко погасим более темным. Погасить можно, либо вот более темный возьмем зелененький, но, видите, эти листочки становятся еще ярче. Скорее, мы их не погасили, а сделали их еще ярче. А мы можем погасить его коричневым слегка, то есть, чтобы зеленый не был такой вот сильно кричащий цвет. Такая легенькая раскидочка. Сейчас еще кое-где мы уточним зелененькие листочки возле цветов. Даже если на первом этапе они смотрятся слишком, да, вот опять-таки напомню, что мы можем погасить, ну, тем же вот темно-коричневым. Вот если мы их смешаем, то как раз получится то, что нам надо. Так. Посмотрим первый план стола. Вот перед вазочкой, перед цветами. Вот она. Давайте эту линию укажем. В принципе, можно показать ее. Вот эта горизонтальная поверхность стола, она вся светленькая. Так. Ну, здесь можно даже не делать жесткую границу. Кстати говоря, мы даже можем желтенький с этим белым смешать, потому что в любом случае белый будет, так сказать, впитывать в себя все, что его окружает. Ну, и на первом плане вот здесь мы слегка подголубим, покажем, что это все-таки у нас уже заворачивается. Это уже вертикальная плоскость. Так. Теперь можно приступить к более детальной проработке. Что для этого нам нужно? Давайте посмотрим. Вот у нас веточка идет. Сильно не будем нажимать, слегка вот такими немножечко ломанными движениями. И чтобы это не жестко смотрелось, можно немножко так вот пальчиком смягчить. Дальше смотрим. Так. Это у нас вот эта веточка, вот эта другая. Здесь немножечко намечаем. Ну, вот это у нас более пойдет главное. Там в конце будет более зелененький. И опять-таки полностью не прорисовываем. И здесь немножечко веточка видна. То есть, видите, может быть у нас произошло некоторое смещение. По ходу рисуночком все время будет меняться. Будем его уточнять все больше и больше. Так. Так. И можно уже, да, вот здесь, скажем, листик уже. Конечно, здесь уже нужно немножечко подключать вашу внимательность, чтобы все-таки листик напоминал листик, а не что-то непонятное. Пока мы сделаем, знаете, такую раскидку опять-таки разных. Разный просто по форме, но пока еще одним цветом, чтобы нам без конца не менять пастельку, пока еще нам достаточно будет этот цвет. А в дальнейшем мы с вами в него несем какие-то другие оттеночки. Когда мы рисуем листик, сразу обращайте внимание на объем. с какой стороны листочек темнее, с какой стороны он светлее. Так. И можем сразу же добавлять тот цвет, который мы видим. Уточняем опять. Прорабатываем. Так. Здесь давайте сделаем листик. Снизу вот он должен быть более темненький, сверху он более светлый. Сейчас мы это я покажу. Значит, получается вот так. Дались. Ага. И тут пусть он где-то немножечко погаснет среди цветочков. Если где-то произошла ошибочка, можем уточнять. Никакого ластика мы в пастельке не используем. Можем уточнять пастелькой более светлой. Так. Где нужно, высветляем. Угу. Обратите внимание на то, что я веду вот по всей работе одновременно, по всю работе одновременно. То есть могу слева, справа. Сразу дала здесь листочек. Можно уже перейти куда-то, вот скажем, даже вот сюда. Уточнить, скажем, вот это место соединения букетика и вазочки. и посмотрите, как потихонечку снизу вверх букет становится все светлее, светлее, светлее. Вот эта глубина, вот здесь более все темненькая будет. Так. Можем опять раскидочку листиком, листьями сделать. То есть мы намечаем опять отдельные листочки. Там светлые или темные. Главное соблюдать вот это соотношение. Если листик темнее, чем фон, показывайте это сразу. не то, что там как бы... Вот посмотрите, вот здесь соотношение листик и фон. Явно, что фон светлее. То есть мы можем вот здесь прям беленьким дать высветлить. Таким образом мы подчеркиваем этот листочек. А с другой стороны вот здесь уже немножко листочек теряет. Он не так интенсивно отличается и даже в каком-то месте, может быть, даже здесь листочек будет светлее, чем цветок. И теперь мы можем опять потихонечку уточнять какие-то контуры. Не обязательно все цветы полностью прорисовывать. Можно выбрать целые веточки, два-три цветка таких основных, их прорисовать почетче. Остальное можно показать приблизительно. так. То есть у цветочка тоже есть его самая выпуклая часть, есть более вогнутая, есть тень, то есть на это тоже надо будет обратить внимание. И в центре вот здесь у нас такой вот зелененький. Для того, чтобы он смотрелся еще ярче, мы его снизу подчеркнем, уведем сюда. может быть вот здесь где-то можно подчеркнуть. Так. Где-то тоже можно сделать цветочек более темненький, как бы в глубине. так. И вот потихонечку, шаг за шагом, какие-то кусочки высветляем, какие-то кусочки затемняем и потихонечку у нас будет прорисовываться. Где-то может быть я покажу вот здесь веточку, как она идет здесь. Здесь у нас скорее цветочек будет более такой розовенький, может быть. Так. Так. Можно посмотреть, как один цветочек отделяется от другого. вот таким образом. Чуть-чуть здесь. Вот мы видим здесь буквально из трех таких мелких цветочков состоит такая маленькая веточка, которая упала. Кстати говоря, можем сразу уже наметить и вот наш вот этот такой фужерчик. Довольно-таки симпатичный. Так. Но для того, чтобы вот у нас кувшинчик блестел, был более такой яркий, нам нужно его еще над ним поработать. Ну, во-первых, он такой тепленький, фон у нас теплый, поэтому, конечно, даже в теневых частях хочется немножечко дать теплиночки, даже отсюда взять, вот сюда положить. Но чуть-чуть холод все-таки мы покажем тоже, то есть вот теневые эти места какие-то мы можем взять через такой вот фиолетоватый, но не навязчиво вот так вот легко-легко, чтобы это не было сильно заметно, может быть, даже через зелень слегка погрязать. Так, теперь дадим по центру, где у нас выпуклая часть, вот она выпуклая часть, на кувшинчике дадим такой хороший блячок, вот так вот и смягчим слегка. вот здесь можно уже как у нас по горлышку идет, вот здесь. Так, и отделим как бы вот это от донышка сам основной кувшин. Ну вот много фиолетового, значит, что можно его немножечко вот такой оранжеватый даже ввести. Во! А, еще такой момент вот сейчас не очень удачно совпала, скажем, линия стола вот с этой линией кувшина. Давайте мы немножечко сделаем смещение и подвинем слегка немножечко выше, покажем линию стола. Здесь подчеркнем подчеркнем вот это донышко и вот здесь. То есть вот так немножко мы поднимем стол. Иначе вот идет совпадение линии кувшина и как-то это не есть хорошо. шел. Можно тоже приглушить вот это донышко слегка, подчеркнуть его где-то вот здесь место соприкосновения столом и увести вот здесь. Кстати, от цветочка падает тень прямо на наш кувшинчик. Тоже это можно хорошо покарать. Но опять-таки сейчас несколько тень вычурная, слишком фиолетовый лезет в глаза, поэтому этот фиолетовый мы слегка приглушим через коричневый. Так, и теперь вот здесь смотрите у нас идет фужерчик немножко находит на наш кувшинчик. Вот он фужер. Так, верхушечка фужерчика на фоне я уже беленький взяла. Можем вот так сделать и очень легко. Стараемся, конечно, соблюдать все-таки чтобы было все ровненько, чтобы наш фужерчик не упал. Пока так. потом смягчим чтобы он был более прозрачненький. Ну, здесь, конечно, идет тоже такая тонкая игра. Здесь уже нужно понаблюдать соотношение вот этих сразу трех плоскостей кувшинчик, рюмочка вот эта фужерчик, и фон, и ткань. то есть вот это конечно нужно очень внимательно, потому что именно это и даст особое такое ощущение. Ощущение и объема, и красоты, и так далее. так, вот здесь. Так, ну все, дорогие друзья, я не хотела бы вам полностью все это разжевывать, принцип я вам объяснила, дальше вы можете уже поработать, поискать самостоятельно, это вот как бы основа, как мы намечаем композицию, все я вам показала, как работать с пастелькой тоже, а дальше уже поэкспериментируйте, ну а те, кто не хочет самостоятельно работать, ну или вообще хочет, так сказать, получить обучение из рук в руки, пожалуйста, приходите на мастер-класс. Понравился урок? В описании к видео вы найдете ссылки на лучшие курсы по рисованию. На этом все. Подписывайтесь на канал и смотрите следующий ролик. «Мастер-класс» «Мастер-класс» подпишитесь на канал» «Мастер-класс» «Мастер-класс» Продолжение следует...